Давайте помолимся Действительно нужды, внутренние нужды Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе Мы благодарим Тебя за Твое слово И в этот день мы просим Пусть Твои слова Они проникают внутрь нас Пусть они учат нас Пусть они изменяют нас Пусть они направляют нас Во имя Твое мы молимся, аминь Я извиняюсь Не могу просто удержаться Прославление было Хорошее На самом деле Если вы настроили свое сердце В ожидании Бога То я уверен, что Вы прикоснулись с Ним Псалом 106 Там Несколько фраз, они повторяются Я хочу затронуть одну только Он избавил их от беды Послал слово свое Исцелил их И избавил их от могилы И славят они Господа За Его милость За чудеса Что Он творит для людей Приносят Ему жертву хвалы Радуясь Возвещают Что сделал Он Эта фраза Где говорится Что они хвалят Его Четыре раза повторяется Там определенно идет порядок Что Бог Бог работает со своим народом Бог проводит вас И мы должны с вами Быть благодарны Ему За все, что Он делает В нашей жизни И как Василий сегодня с утра Начал говорить о том, что Он начинает исцелять Он начинает освобождать Он начинает решать наши проблемы Давайте быть благодарны Ему Давайте Говорить, свидетельствовать о Нем Говорить, свидетельствовать о Его Сторону В Его славу Чтобы Он прославлялся Не чьи-то имена Но чтобы Он прославлялся Я верю, что есть Слово знания У Вас есть проблема Вот В правой ноге Вот под чашечкой У Вас боли Вот Как бы с икрой что-то связано И есть что-то у Вас Проблема с горлом Это Щитовидка Возможно Господь Иисус Мы благодарим Тебя И славим Еще и еще Мы благодарим Тебя Прежде всего За Твое Удивительное присутствие На этом месте Мы этого не заслужили Но Ты пришел сюда По своей милости И благодати По отношению к нам К народу своему Спасибо Тебе Спасибо Тебе За исцеляющую Твою силу Которая Протекает Как поток И пусть Всякая немощь Всякая болезнь Во имя Иисуса Мы связываем На этом месте Мы запрещаем Всякой немощи И болезни Находиться В этом помещении Мы молим И просим Тебя Господь Совершая все Что Ты задумал Нам вложи В наши сердца Чтобы мы были Благодарны Во имя Иисуса Аминь Знаете Удивительное Присутствие Духа есть здесь Очень удивительное Господи Спасибо Тебе Веди нас дальше И дальше И дальше И дальше Я прочитаю Достаточно большой Отрывок Это 20 и 21 глава Евангелия От Иоанна Через неделю Ученики снова Были вместе И Фома Тоже был с ними Дверь была заперта Иисус Вошел Стал перед ним И сказал Мир вам А потом говорит Фоме Дай палец Вот мои руки Дай руку Вложи ее В рану На боку И перестань Сомневаться Но Верь Господь Мой Бог Мой Воскликнул Фома Ты поверил Потому что Меня увидел Но счастливы Те кто Не видев Меня Поверили Говорит ему Иисус Много других Чудесных знаков Явил перед своими Учениками Иисус О которых не сказано В этой книге Но все что здесь Написано Написано для того Чтобы вы Поверили Что Иисус Это Помазанник Сын Бога Чтобы поверив Вы благодаря Ему Обрели жизнь Потом Иисус Снова явился Своим ученикам У Тебиадского моря А явился он так Симон Петр Фома По прозвищу Близнец Нитанел Исканы Что в Галилее Сыновья Завидея И два других Его ученика Собрались Все вместе Я иду рыбачить Говорит им Симон Петр И мы пойдем с тобой Говорят остальные Они пошли И сели в лодку Но в ту ночь Ничего не поймали А когда Стало светать На берегу Стоял Иисус Но ученики Не поняли Что это Иисус Друзья Поймали что-нибудь На обед Спрашивает их Иисус Нет Отвечали они Забросьте сеть Справа от лодки И поймайте Сказал он им Они забросили сеть Не смогли ее Вытащить Из-за множества рыбы Это Господь Говорит тогда Петру Ученик которого Любил Иисус Услышав что это Господь Симон Петр Подоткнул плащ Он был одет На голое тело И бросился в воду А другие ученики Поплыли к берегу На лодке Таща за собой Сеть с рыбой Ведь до берега Было недалеко Локтей Двести Это около Девяносто метров То есть сто метров От берега всего Не так далеко Когда они Пристали к берегу Они увидели Горящие угли На них Лежала рыба Рядом хлеб Перенесите еще Несколько рыб И свежепойманных Говорит им Иисус Симон Петр Войдя в лодку Вытащил на берег Сеть полную Больших рыб Их было Сто пятьдесят Три Несмотря на то Что рыбы было так много Сеть не порвалась Садитесь завтракать Говорит им Никто из учеников Не осмелился Спросить его Кто он Они уже поняли Что это Господь Иисус подходит Берет хлеб Раздает им Раздает рыбу Это уже третий раз Иисус явился Своим ученикам После того Как воскрес из мертвых Когда они позавтракали Иисус говорит Симону Петру Симон Сын Иоанна Ты любишь меня Больше чем они Да Господь Ты знаешь Я люблю тебя Отвечал Петр Спаси моих ягнят Говорит Иисус Во второй раз Спрашивает его Симон Сын Иоанна Ты любишь меня Да Господь Ты знаешь Я люблю тебя Отвечал Петр Отвечает Петр Подзаботься о моих овцах И в третий раз Говорит ему Иисус Симон Симон Сын Иоанна Ты любишь меня И больно стало Петру Что он в третий раз Спросил Любит ли он его Господь тебе все известно Сказал он Иисусу Ты знаешь Что я люблю тебя Спаси моих овец Говорит Иисус Говорю тебе Истинную правду Когда ты был молод Ты сам одевался И шел куда хотел А когда состаришься То раскинешь руки свои И другой тебя оденет И поведет Куда не захочешь Это удивительная история О которой я хочу Чтобы мы сегодня поразмышляли На самом деле Можно было бы читать И даже дальше С момента описания Как он воскрес из мертвых Как он Как он явился Своим ученикам Как Вы знаете Это же интересно Тут такие интересные вещи Происходили И когда они Пришли Когда женщины Пришли к могиле Когда они Не нашли его там И очень удивительная история Когда Мария Плакала у могилы И она Знаете Там по описанию Если вот Читать внимательно Мария стояла у гробницы Снаружи и плакала Плача Она наклонилась Заглянула в гробницу И видит на том месте Где лежало Тело Иисуса Два ангела В белых одеждах Один у изголовья Другой в ногах Женщина Почему ты плачешь? Спрашивают они Унесли мы его Господа А я не знаю Куда отвечает она И с этими словами Она обернулась Видит Перед ней стоит Иисус Но она не поняла Что это Иисус Женщина Почему ты плачешь? Говорит ей Иисус Кого ты ищешь? Она решив Что это садовник Говорит ему Господин мой Если это ты унес его Скажи мне Где ты его положил? Я его заберу Мариям Говорит Иисус Она повернулась Знаете Интересный разговор Она Вот я не знаю Я не знаю Как выглядели ангелы Но Не знаю Поняла ли она Что это ангел Это она пишет Что там было два ангела Но она не испугалась Она Ну не знаю Если бы вы увидели ангелов Как бы вы Вот Ангелов Вот ну С крыльями Не знаю С огненными мечами Не знаю Я бы не знаю Я бы наверное испугался Ну не знаю Ну что-то Ну представьте Ты Ты вот Вот так вот Вот Тот дверь Да Ты вот выходишь В фойе Да Там ангелы Огнем горят С мечами С крыльями Не знаю Ваша реакция Ой батюшки Ой Кто-то сказал Ой батюшки Да Ну вот Как бы выряд ли Вот что бы Вот что бы Как Вот представьтесь Ну просто вот Вот стоя А искры Сыплются Огонь горит Два ангела А если они бы Выглядели Просто как люди Вы бы испугались Может быть даже Мимо прошли Да Мало ли кто зашел Люди странные Я не знаю Как выглядели Те два ангела Но они разговаривали Кого ты Черт Она его не узнала Она его не узнала Когда Стала разговаривать с ним И узнала его Только тогда Когда он сказал Что-то характерное Знаете Какую-то знакомую фразу Он назвал ее по имени Она узнала Тогда Когда он назвал ее по имени Так как очевидно Он называл ее До этого много раз Она узнала его Мариам Говорит Иисус Она повернулась Рабуни Воскликнула она По-еврейски Это значит Учитель Не удерживай меня Говорит Иисус Я еще не возвратился К отцу Ступай к моим братьям И скажи им Я возвращаюсь К моему и к вашему отцу К моему и к вашему Богу И вот так вот На самом деле Начиналась эта история Потом Он явился им Там не было Фомы Потом то что мы прочитали И он Стал убеждать Фому И там потрясающее место тоже Перестань сомневаться Знаете Наверное С этого стоит начать Перестань Сомневаться Потому что Перестань сомневаться Но верь Вот во всем том Что описывается Когда он им являлся Не Вот оно Сквозит этим Что они сомневались Они не могли поверить Увидев пустую гробницу Они не могли поверить Увидев Свидетельство Услышав свидетельство ангелов Они не могли поверить Когда Мария рассказала им Фома не мог поверить Когда все рассказали ему И сказали Что он воскрес Он сказал Я хочу потрогать его Они продолжали сомневаться Даже после того Как и Фома увидел его Они продолжали сомневаться Откуда я это знаю Почему я так думаю Вы знаете В нашей жизни Происходит то же самое Мы приходим Как верить в него И вот тут Наступает тот момент Мы в состоянии счастья Почему Ну он так сказал Ты поверил Потому что меня увидел Не знаю Как у вас У меня вот здесь Вот знак вопроса стоит Он спрашивает у него Ты поверил Потому что увидел Он спрашивает Это у Фомы Ты поверил Потому что увидел Или потому что Мы поверили Потому что мы что-то Увидели Мы поверили Потому что мы Увидели чудо Мы поверили Из-за чуда Нет Вы знаете Чудеса Не приносят В нашу жизнь веру Вообще я люблю чудеса Это хорошо Когда они происходят Но вера Умножается в нас Совершенно не от этого И он у Фомы Спрашивает Неужели ты поверил Потому что увидел Но счастливы те Кто не видев Меня Поверили Поэтому если мы поверили Его не видя Мы счастливы Но дальше Начинается Все то же самое Мы поверили И мы начинаем жить Дальше И вот тут Начинается самое сложное Потому что надо жить Дальше как-то А как жить дальше? Как жить дальше? Было бы все просто Если бы ты открывал Библию А там написано На следующий день Сделай то-то Вы знаете Мы иногда ожидаем Что когда мы придем К вере То нам дадут Очень четкие инструкции Что нам делать дальше? А оказывается Что их нету Что каждый день Надо принимать решение Что каждый Что надо принимать Ну есть краткосрочные решения Что делать сегодня? Ну вот утром сегодня Каждый из нас принимал решение Вставать или не вставать? Кто встал рано утром? Кто встал Давайте так Кто в пять утра встал? Молодцы Кто в шесть? Кто в семь? Кто в восемь? Кто в девять? Кто в десять? Марина машет рукой постоянно Нет? Хорошо, когда живешь близко А я живу далеко И еще Я люблю вставать рано утром Я действительно Я рано ложусь И рано встаю Мне нравится Вот Но Мы принимаем решение Что я сегодня Иду я сегодня или не иду? Знаете У меня не было сегодня вариантов Иду или я не иду Ну Я сегодня по это По жребию По череде проповедующей Ну конечно Я мог не пойти Отзвониться и сказать Не хочу Или там Не могу Или придумать Какое-то Благочестивое оправдание Что я заболел И остаться дома И притвориться больным Ну не знаю Ну мог ведь Ну ведь каждый из нас может И мы иногда Находим для себя Когда мы знаем Что что-то нужно сделать И мы находим Тысячу оправданий Чтобы этого не делать У меня тут жена сказала Что Ну Не важно о чем Она сказала Ты вот Она жаловалась Ну как Говорит Я говорит ленивая Не знаю Где она у меня ленивая Вот Но она так считает Она говорит Вот А ты не ленивый Тебе какие-то вещи Легче даются Я говорю Нет Я тоже ленивый Вы не представляете Какой я ленивый Вы знаете Ну очень многое Ну не хочется делать И хочется Вот А что делать И ты эту лень Душишь И ты это делаешь И вы знаете Чем чаще Ты ее душишь Тем Быстрее Она сдается Завтра Чем быстрее Ты душишь ее Сегодня Тем лучше Она сдается Завтра А потом Послезавтра Она еще быстрее Сдается А потом Тебе начинают Нравиться результаты Победы над Своей ленью Правда Правда Это во всем И это действительно так Но вернемся Мы принимаем решение И вот тут Начинается сложность Потому что тебе Надо принимать решение О сегодняшнем утре О завтрашнем дне О следующей неделе О годах Вперед Иногда надо принимать решение А нам не хочется Нам хочется Чтобы оно Как-то само Все Получилось А само оно Не получается Само оно Не получается Без того Чтобы я не сделал Что-то Я не направил себя Куда-то Само оно Получается В никуда В ничто Вообще В никуда И мы рано или поздно Встаем перед вопросом Куда Мне идти Не просто сегодня Не просто завтра Что мне делать В этой жизни Может быть И при том Это даже от возраста Не зависит Я уверен в этом Знаете Когда мне было Двадцать Я думал Что когда я доживу До пятидесяти Это будет ужасно Я представлял себя Пятидесятилетним И думал Какой ужас Это такая Дряхлая старость Вот мне Пятьдесят Я смотрю на себя Я вроде еще В общем Даже ничего И мне не хочется Чувствовать себя Вот У меня как-то Был такое Переживание Я встретил своих Обрюзших Потолстевших Одноклассников Знаете Они вот Некоторые из них Состарились Уже Состарились Вы понимаете Старость Это не возраст Может быть Кто-то со мной Не согласится Старость Это состояние души Можно и в двадцать лет Быть дряхлым стариком И в восемьдесят Быть Живым Я понимаю Что вот с этим Ничего не сделаешь Оно портится Со временем Ну оно действительно Тело Оно Особенно если еще За ним не ухаживать Вы понимаете Если зачем-то Не ухаживать Оно портится Это Это просто вот Естественный закон Поэтому Я вдруг понял Чтобы мне Сохраниться У меня маленькая дочка Ей будет в этом году Пять лет И я вдруг Догадался Что Ей нужен папа Который И через двадцать Все еще будет Подвижным Ну то есть Мне надо На двадцать лет Вперед Подумать о том Чтобы Сохраниться Каким-то образом Через двадцать лет Это будет Мне уже Семьдесят Семьдесят лет Мне к семидести Надо еще Как-то Двигаться Я вдруг понял Что об этом Надо заботиться Уже сейчас Не тогда Когда через двадцать лет Ты заметишь Что ты уже Ходить не можешь Об этих вещах Надо заботиться Заранее Поэтому Тем кому Сегодня по двадцать Начните сразу Не надо ждать Еще тридцать лет Позаботьтесь Об этом В этом мудрость Есть Но Вернемся к жизни Ведь это Не это главное А что со мной Будет Через пять лет Что со мной Будет Я Разговаривая В церкви Не раз И не два Вдруг обнаружил Что во многих Сметение Они не знают Куда идти Они не знают Что делать Где мне быть Почему меня тут Не принимают Почему тут Что-то не так Почему у меня Это не получается А я вот хочу А у меня нет А я это И вы знаете Это не касается Мы когда Только приходим К вере Из нас бурлит И мы готовы Делать все подряд И мы готовы Бежать куда угодно Мы готовы Над любой кипиш Кроме голодовки И тогда даже И на голодовку готовы Мы готовы Вообще на все Потом проходит время Мы обожглись Один раз Мы обожглись Второй раз И мы вообще И тогда у нас Появляется страх И тогда мы вообще Перестаем что-либо делать И вообще мы не знаем Куда А не пойти ли мне В другую церковь Ну можно конечно Пойти Правда там будет На самом деле Рано или поздно То же самое Потому что там Тоже люди Вы понимаете Я не к тому что Я Это Там просто тоже люди Точно такие же Как везде А люди Это существа Несущие в себе Множество недостатков Просто не сразу Мы их видим Вы знаете Когда мы видим Людих недостатки Чем ближе мы к людям Тем больше Недостатков Мы видим Больше всего Недостатков Мы видим В самых близких Абсолютно точно Больше всего Недостатков Мы видим В тех Кто ближе Всего К нам И поэтому Чем ближе Мы будем Друг с другом Тем больше Недостатков Мы будем Видеть И тем больше Ранить Друг друга Мы будем И у нас И у нас всегда Есть выбор Либо Развернуться И Все Я больше Не могу Это Ранит Меня Тогда я Пойду К другому И пока Мы далеко Это будет Хорошо Это в любых Отношениях Чем ближе Мы будем Тем Глубже Мы будем Заходить Вначале В конфликт Потом мы Начинаем Друг друга Ранить И у нас Всегда Есть выбор Научиться Преодолевать Это Или идти Искать Следующих Отношений Нам нужно Преодолевать Но вопрос Даже больше Что же я буду Делать Куда мне Идти И вот у апостолов Несмотря на то Что они Видели его В воскресшем Они Видели его Они Трогали его Они Продолжали Сомневаться Не случайно Он сказал Фоме Перестань Сомневаться Перестань Сомневаться А Иоанн Пишет Притом Он пишет Это уже Естественно Потом Не в тот момент О своих переживаниях Вот что он Пишет Но все Это здесь Написано Написано Для того Чтобы вы Поверили Что Иисус Это Помазанник Сын Бога И что Поверив Вы благодаря Ему Обрели жизнь Чтобы Поверив Благодаря Ему Обрели жизнь И вот все равно Они сомневаются Ну Точно Сомневаются Вы знаете Он много раз Им говорил И давал Определение На их Будущую жизнь Вы знаете Тут Чтобы понять Их состояние Надо немножечко Понимать Вообще Ожидание Израиля Я серьезно Вы знаете Мудрецы Тысячелетиями Размышляли О временах Мессии Потому что Иоанн пишет Вы знаете Типичную Такую Для Иудаизма Вот Вообще Вот Формулировку Он же Вот давайте Вот посмотрим Но все Что здесь Написано Написано Для того Чтобы вы Поверили Что Иисус Это Машех Помазанник А дословно Машех Кто такой Машех Кто такой Помазанник Кто это такой Кого же Они ожидали Тысячелетиями Из поколения В поколение Самого Первого Человека Которому Даны Были Обещания О том Что придет Спаситель Из поколения В поколение Бог говорил Придет Спаситель Придет Помазанник Придет Тот Кто Избавит Вас Когда пришел Моисей Возможно Кто-то подумал Вот он Но Моисей Прожил Жизнь И умер И был Еще один И еще один И вот Все стало Хуже И хуже И на самом деле Как бы Окидываю Такой взгляд На историю Израиля И вот Наступил момент Когда вообще Все хуже Некуда Друзья мои Ну хуже Некуда Родина Окупирована На престоле Узурпатор Человек Незаконно Взошедший На трон Ирод И следующий За ним Ну незаконно Вообще Не потомок Давида Не потомок Какой-то Династии Вообще Никто Римляне Правят Устанавливают Свои законы Собирают Подати Переписывают Нас Зачем Нужна была Перепись Во времена Рождения Иисуса Ну зачем Нужна была Перепись Чтобы посчитать Сколько народу И посчитать Сколько из бюджета Империи Надо выделять Чтобы всем было Хорошо Чтобы Чтобы у всех Был кусок хлеба Чтобы у всех Был дом Да нет Чтобы налоги Собирать Любое Государство Любое Пересчитывает Нас Чтобы собирать Налоги Самое большое Преступление Во многих Государствах Не убийство И не кража А уклонение От налогов Вы знаете Что за уклонение От налогов Сроки Иногда Бывают Больше Чем Даже За убийство В некоторых Странах Люди По два Пожизненных За уклонение От налогов Могут получить В некоторых Странах А убив Кого-то Через 10 лет Выйти на свободу Серьезно Серьезно Абсолютно Серьезно Любое Государство Любое Не питайте Иллюзии Что где-то На земле Есть государство Которое Рай Их нету Их не было Нет и никогда Не будет И все попытки Людей Построить Рай на земле Без Бога Были обречены На фиаско Таких попыток Было множество И они не кончились Абсолютно Ничем Абсолютно Ничем Не питайте Иллюзии Не питайте Иллюзии Что завтра Придет какая-то Власть Которая Благодетельствует Всех нас Это то, что Бог Предупредил Вы хотите Государство Да Вы хотите Царя Да Вы хотите Царя Да, как все Народы хотим Он будет Собирать С вас налоги Да Он вас Заберет В армию Да Вы будете Ему служить Да Получите Что ж так плохо Господи А что ж Вы меня просили Посмотрите на историю Израиля Так и случилось Так и случилось Было время Когда у них Не было государства В нашем понимании Не было Ни правительства Ни президента Ни царя Бог управлял Народом Но они сказали Мы хотим царя Получите царя И мы получили И мы до сих пор Живем В устройстве мира Понимаете Сейчас ходят споры Эти Политики Те То Все По большому счету Весь мир Живет по одним И тем же принципам С некоторыми Вариациями На тему Это установлено Богом Тут иногда Очень превратно Толкуется Писание Некоторыми Нет власти Не от Бога Нет Не так Нет власть Есть власть Которая Не от Бога Знаете И подталкивает Людей На то Чтобы устроить Очередную Революцию Давайте Выйдем Скоп Кольями Давайте Поднимем Бунт Знаете Это очень интересно Найдите мне В письмах Павла Хоть где-то Чтобы он Выставал Против римской Власти И говорил Давайте Давайте Свергнем Эту Безбожную Языческую Власть Если вы Найдете Я Я возможно Буду по-другому Смотреть На многие Вещи Ну попробуйте Найти Где Павел Призывал Людей К свержению Безбожной Власти Даже Под давлением Гонений Даже Находясь Под следствием Даже Находясь Под угрозой Жизни Он Ни в одном Письме Не писал Надо Свергнуть Эту Бесчеловечную Нарушающую Права Человека И самое Главное Право На свободу Рабовладельческую Римскую Империю Ну найдите Мне хоть В одном Письме Ну почему Этого Нету А потому Что это Не Божий Принцип Вот и Все И мы Так легко Иногда Поддаемся Этим Веяниям И идем За одним Или за другим Как в свое время Израиль Поднялся Не за Мессией Который Говорил Мое Царство Не от Этого Мира А за Другим Который Назвал Себя Сыном Звезды И они Были Уничтожены Съездите В Израиль Зайдите На Массаду И послушайте Историю Людей Которых Римляне Там Держали Ну то есть Они Штурмовали Эту крепость Несколько лет А потом Все Убили Друг друга И когда Римляне Все-таки Ворвались В эту крепость Все были Мертвы Так Так Это Трагедия Да Сегодня Это Символ Героизма И там Солдаты Принимают Присягу Я видел Очень Трогательную Церемонию Как Девочка Одна Еврейка У нее Наступило Время Бат Митцва Двенадцать лет Это Отдельная История Отдельная История Куда нам Ити И что Мне делать Куда Мне Ити И что Мне делать За кем Мне Ити За кем Вот что Важно За кем Я пойду И в этом мире Всегда что-то Увлекает Иди За мной Иди За мной К светлому Будущему И мы Увлекаемся И мы Увлекаемся И тратим Свою жизнь Но Иисус Сказал Им Сказал И до этого Он и говорил Идите за мной И вот Наступил тот момент Когда его Как бы Нету Рядом И это Наше состояние Вроде бы Мы знаем Что он есть Мы переживали Его славу Мы переживаем Его присутствие Но мы Его не видим Мы его Не чувствуем Вот сейчас Куда мне Идти Что мне Делать Куда мне Направить Свою жизнь Мы иногда Гоним От себя Вот эти Точки Решения Этого Может быть Как-то Я вот Еще поживу Так как Есть Может быть Что-то Изменится Может быть Еще дальше Вот так же Как сегодня Вроде Все устаканилось Ну вроде Все нормально Ну зачем Трогать Вроде Ну все нормально Но понимаем Внутри себя Что ненормально Потому что Жизни нет Потому что Ты существуешь Ты просто Движешься И за дня В день И за дня В день С утра На работу Потом там Ну куда-то В церковь Раз-два В неделю Потом с работы Потом ты ложишься Спать И этот день Сурка Он продолжается Вы смотрели Это кино День День Сурка Когда Один И тот Жизнь Повторяется Изо дня В день И ты Так живешь Там В фильме Есть такое Он Жалуется Кому-то Я Живу В одном И том В том же Дне И вот Уже Там Столько Он Говорит У меня Так Вся Жизнь Прошла У кого-то Вся Жизнь Когда Каждый День Похож На Другой И ты Не Знаешь Как Это Из Этого Вырваться И тебе Не Лисуется Никаких Перспектив Ты Не Видишь Что Вообще Из Этой Жизни Можно Как Вырваться Ты Завистью Смотришь На То Что Рядом Кто-то Он Горит Он Такой Живой У него Есть Какая-то Перспектива А у Тебя Никакой Перспективы Нет Я Уже Старый Или У Меня Уже Все Ничего Не Получится Мы Списываем Себя И Это Не Лет На Себя Поставить Крест И Сказать Знаете Это Просто История Жизни Есть Один Очень Популярный Китаец Он Супермодель Китаец С Такой Бородой Седовласый Выглядит В свои 80 Блин Я Мечтаю Выглядеть В 80 Как Он Ему Не Стыдно Раздеться По Пояс 80 Лет Он Не Качок Он Просто Подтянутый Когда Ему Было 50 Он Бросил Свою Работу Закончил Театральное Училище Играл В театре Когда Ему Стукну То ли 75 То ли 80 Он Решил Выйти На Подиум И Он Добился Своего И Сейчас Он Один Из Самых Высоко Оплачиваемых Моделей Для Индустрии Моды Вот 80 Лет Казалось Что Можно Лет Добиться Чего Но Но Это Просто Жизнь Моисей Возможно Тоже Списывал Себя 80 Лет А Бог Сказал Ему Для Тебя Есть Работа Друг Эта Работа Перевернет Всю Твою Жизнь Эта Работа Не на Год Не на Два На Десятилетие Я Не Гожусь Господи Кто Я Такой Господи Я Разговариваю Плохо И Бог Очень Крепко Прижал Его Там В этом Отниму То Что Есть Если Захочу Моисей Испугался Ну Это Мое Восприятие Этого Отрывка Но Все Ж Куда Ити И Вот Ученики Идут Ловить Рыбу Знаете Это То Что Они Всю Свою Жизнь Делали Это Не Было Что Новое Это Было То Что Я Знаю То Что Я Умею То К Чему Я Привык То Что Я Знаю Хорошо Вот Тут Начинается Самое Главное Так же У нас В жизни Прошел Период Этой Первой Любви Первого Горения И Мы Возвращаемся К тому Что Мы Хорошо Знаем К Обычной Жизни И Мы Живем Я Это Знаю Я Пойду Ловить Рыбу И Мы Пойдем И Результат Ноль Ноль Они Опытные Люди В рыболопстве Петр Знал Как Ловить Там Рыбу Когда Это Нужно Делать С Какой Страны Здесь Понимаете У меня Прямо Рисуется На самом деле Озеро Небольшое Действительно Небольшое Но берег Там 100 метров От берега Очень глубоко Там Буквально Заходишь Раз 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 А тут Уже Плыть Надо По крайней Мере Со стороны Где Мы Были Со стороны Тиверии Со стороны Тиверии Берег Сразу Идет Вниз То есть Там Действительно В 100 Метрах Уже Глубоко Уже Наверное Метров Ну то есть Уже Там Сеть Можно Забрасывать И они Ловили Всю Ночь Во-первых Очень интересно Они Опять Его Не узнали Он Кричит У вас Там Что На обед Есть Рано Утром Вы знаете Рано Утром Тишина И Над Водой Ну Раннее Утро Тишина Там Можно Сказать Все Будет Слышан Вы Поймали Что Нибудь Ну 100 метров Это На самом деле Вот Рядом Вы Поймали Да Нет Ну Бросьте Еще раз Забросьте Сесть Справа От лодки И поймаете Они Забросили Сеть Не смогли Ее Вытащить Знаете Можно Строить Такие Теории Я Вот Не знаю Может быть Я Не так Как-то Что-то Со мной Не так Но Иногда Мы Начинаем Строить Какие-то Какие-то Теории Очень Такие Трансцендентные Про Рыбу Про Сети На самом деле Когда он Им это Сказал Я вот Как-то Спрашиваю Господи Зачем Тебе Нужно Было Сказать Во-первых Он хотел Чтобы Они Его Узнали Понимаете Вот Он Стоит На Берегу Разговаривает С ними И Наверное Мне Такое Чувство Это Мое Восприятие Интересно Когда Они Меня Узнают Когда Они Меня Узнают Положение Когда Вы Хотите Чтобы Вас Кто В Упор Не Узнает А Вы Хотите Чтобы Узнал Что Вы Будете Делать Ну Давай Ну Вспоминай Ну 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 Вот Ну А Ну Наконец Вот Он Разговаривает С ними Потом Говорит Про Сети И Тут Они Его Узнали Не Потому Как Он Выглядел Не Потому Как Он Говорил Потому Что Он Сделал До До сих пор Мы Узнаем Его Когда Собираемся Здесь Потому Что Он Делает Когда Он Исцеляет Больных Мы Его Узнаем Поэтому Давайте Разрешать Ему Исцелять Больных Давайте Попробуем Во-первых Это Так Увлекательно Во-первых Это Очень Не Скучно Когда Иисус Начинает Исцелять Больных Ну Я Может Ну Как Ну Это Правда Не Скучно Это Правда Здорово Давайте Позволим Ему Здесь Среди Нас Исцелять Больных Не Просто Там Ждать Когда Это Произойдет А Как Ну Господи Давай Как Давай Попробуем Заходи И Исцеляй Так Больные Есть Не Перевелись Еще Больные На Руси Матушке Не Перевелись Поэтому У нас Есть Шанс Увидеть Смотрите На Эти Проблемы Не Как На На То Что Как Плохо Она Как Это Шанс Значит В следующий Раз Он Может Меня Исцелить Итак Они Узнали Его Я Спрашивал Себя Зачем Рыба Нужна Была У Него Не Хватало Рыбы На Завтрак Там Собралось Семь Человек Сколько Нужно Рыбы Чтобы Накормить Семерых Не Понятно Что Он Мог Эту Рыбу Преломить И Она Бы Сразу Из Одной Стан У Него Он Это Уже Делал Просто Но Ему Нужна Мне Такое Вот Это Мое Свят Ему Нужна Была Рыба Он Говорит У вас Есть Нет Ну Забросьте Будет Они Забрасывают И Он Говорит Вытаскивайте И Они Выходят На берег Он Завтрак Готовит Вы Знаете Это Очень По Человечески Вот Понимаете Явление Господа Мы Ожидаем Явление Господа Ну Что-то Он Завтрак Готовит Рыбу Испек На огне Рыбы Мало Ну Не знаю Где Ему Ничего Не стоит Эту рыбу Сотворить Не знаю Там От утра Так Хоп И рыба Ну Какая Творец Вселенной Понимаете Это все Его Но Не знаю Где Он ее Взял Вытащил Не знаю Там Поймал Он ее Жарит Ему Не хватает У вас Есть рыба Ведь Она же Она же Была готова Она была Уже На огне У вас Рыба Есть Нет Забросьте Будет Забрасывает Тащите Сюда И он Уже Готовит Им Завтрак Принесите Еще Не хватает Они Сели Завтракать Они Все Молча Завтракали С ним Никто Не спрашивал Ты Кто Удивительно И все Поняли Кто Это И только Когда Они Позавтракали Он Начал Разговаривать С Петром Он Начал Разговаривать С Петром Знаете Можно Много Рассуждать Но он Говорит Забросьте Сети Знаете Он Он Предлагает Нам Альтернативу На самом Деле Другую Жизнь И Петру Он здесь Рассказывает О другой Жизни Притом Он ему Не говорит О том Что У тебя Будет Все Петр Но Теперь Все У тебя Будет Петр Будет Все Ты будешь Богат Ты сделаешь Хорошую Карьеру Потому Что Ну Верующие Верующие В Иисуса Христа Не болеют И не могут Быть Бедными Они Должны Быть Здоровыми Богатыми И счастливыми Он Говорит Петр Тебя Убьют И Жестоко Казнят Вот Твое Будущее И так И случилось Раскинешь Руки Это Как мы Говорим Протянешь Ноги Вот Знаете Да Только Когда Они Говорили Раскинешь Руки Это Четко Это Казнь Через Распятие Так Говорили Во времена Римской Империи Раскинуть Руки Это Значит Быть Казненным Через Распятие И он Три раза У него Спрашивает Три Раза Он Говорит О любви Вы знаете Тут Надо Быть Очень Точным Потому Что В русском Языке Тут Везде Вот В нашем Переводе Любишь Ли Любишь Ли Но он Спрашивал Удивительные Вещи Дело В том Что Я не Я не знаю На каком Языке Они действительно Разговаривали Я читал Тут Одни Комментарии Ну Такое Все-таки На каком Языке Говорили На территории Палестины В Галилее Многие Говорят Что Действительно В ходу Был Арамейский Но Есть Подтверждение Что Не только Арамейский Потому Что В кумранских Общинах Говорили На Иврите На Древнееврейском И Было Очень Много Смешных Историй Во времена Первого Века Когда Были Браки Где Муж Например Говорил На Арамейском А жена На Еврейском Это Очень Схожие Языки По Звучанию Похожи А по Смыслу Слова Разнятся И поэтому Когда Муж Давал Какие-то Задания Жене Она Понимала Это Буквально И делала Ну Какие-то Странные Вещи Это Как Анекдоты Анекдотичные Истории Я не знаю На каком языке Говорили Они в тот момент Может быть На Арамейском Может быть На Еврейском И в Новом Завете Говорится Сказал По Еврейски Или Ну Написано На Греческом Поэтому Будем Отталкиваться От того Что Написал Иоанн Если Мы Пятнадцатый Стих Смотрим Я первый Раз Он Спрашивает Когда Позавтра Вообще Мне Это Очень Нравится Он Заботится О Нас Понимаете Ему Не безразлично Что Ты Кушать Хочешь Он Не Начал Свою Встречу Знаете Так Теперь Объявляю Пост И молитву На Неделю Едите И Ушел Через Неделю Приду Проверю Он Начал Завтрака Я не говорю О том Что Не нужно Поститься И молиться Не об этом Идет Речь Но Он Начал Завтрака И только Когда Они Покушали И он Разделил С ними Эту Рыбу Хлеб Он Стал Разговаривать С Симоном Симон Сына Ты Любишь Меня Больше Чем Они И На самом деле То Чем Он У него Спрашивал По-гречески Там Написано О самой Высшей Любви Агапе Самая Большая Любовь По-еврейски Слово Любовь Будет Звучать Как Ахава А на Арамейском Слово Хав Будет Звучать Переводится Как Давать Поэтому На этих Двух Языках Есть Интересная Связь Между Любить И Давать На одном Языке Это значит Любить Корень Этого Слова Любовь А на Другом Это Давать Это Очень Интересно И Мудрецы Говорят Так Что О Любви О Настоящей Любви Любовь Это Способность Ощущать Себя Единым Целым С другими Единым Целым Иоанн Пишет Об этом Мы хотим Чтобы вы Имели Общение С нами Наше Общение С Отцом И сыном Его Господом Иисусом Христом Чтобы вы Имели Общее С нами Чтобы Нас Что-то Объединяло Ибо Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Отдал Своего Сына Любишь Ли ты Если любишь То будешь Отдавать Отдавать Блажение Чем Брать И здесь Есть связь Между Действием Отдавать И любить Потому что Любовь Не ищет Своего Любовь Всегда Ищет Пользы Другому Иисус Второй раз Спрашивает Он не стал Говорить Что я твой Друг Он ответил Ему Я действительно Тебя Люблю Я готов Отдать Все для Тебя Вот что Значит Любить Любить Это когда Я готов Отдать Себя Я готов Отдать Себя Это и есть Любовь Это и есть Любовь Если мы Готовы Разделить Себя С кем То Это и значит Любить Когда мы Говорим Что мы Любим Друг Друга Именно Об этом Иисус И говорил И потому Знают Все Что вы Мои Последователи Ученики Что вы Будете Иметь Между Собой Любовь Это значит Что вы Будете Отдавать Себя Нет Больше той Любви Чем Как Кто Душу Свою Полагает За Брата Своего Все Остальное Лежит В плоскости Дружбы Понимания Снисхождение И так Далее И я не говорю Что это легко Любить Друг Друга Вообще Об этом Не идет Речи Но Любовь Это тогда Когда мы Готовы Отдавать Когда мы Готовы Терпеть Недостатки Друг Друга Боль Причиняемую Друг Другу Покрывать Недостатки И стерпеть Причиненную Друг Другу Боль Тогда мы Научимся Друг друга Любить Когда мы Вот через Эти эмоции Будем Эмоции Тут Они вторичны Первична Любовь И этому Надо учиться И куда же Нам идти Что же нам Делать В итоге Вы знаете Так и у нас В жизни Мы попробовали У нас Ничего не Получилось Я верю Что он В итоге Все-таки Говорит Нам Он приводит Нас К тому С чего Все и Началось Он дает Простой Рецепт Любите Друг Друга Любите Друг Друга В этом Весь Смысл В этом Какая Главная Заповедь Иисус Как-то У него Спросили Какая Главная Заповедь Сошел Разговор О заповедях Главная Заповедь Возлюби Господу Бога Твоего Всей душой Всей силой Всей крепостью И вторая Равная Ей И ближнего Своего Как самого Себя В этом Весь закон И пророки Все Вот он Рецепт Куда нам Двигаться Дальше Все должно Исходить Из этого Все должно Руководствоваться Этим Мне этому Надо учиться Я это не умею Я не эксперт В этом И честно И мы не эксперты В этом Нас этому Этому надо Учиться Это не то Чему Это Как этому Научиться Вообще Этому можно Научиться И да И нет Первое Это надо Иметь Откуда Это берется Ибо Любовь Божия Излилась Сердца Ваши Духом Святым Нам нужно Просить Его об этой Любви А дальше Учиться Выражать Эту Любовь Которую Он дает Нам Святым Духом Вот и все И вот об этом Как раз и хотелось Поговорить Поразмышлять И Я думаю Настало то время Когда надо Помолиться Нам действительно Нужно Мы Нам это Очень нужно И чем Дальше Мы Идем Мы Будем Проходить Эти Периоды Когда Хочется Бросить Все И вернуться К тому Что я Хорошо Знаю И возможно Я хотел Бы помолиться За несколько Групп людей Первое Это если Вы Здесь И вы Вот в этом Состоянии Когда Глобально Вы не знаете Куда Дальше Идти Когда Вы Как-то Жизнь Кажется Потерянной Просто Как Потерянные Направления Как будто Ну Не знаете Что дальше Делать Я бы Хотел Помолиться Вместе С вами Потому что У него Есть И Направление И Перспектива И у него Есть жизнь И он Может Все Все Исправить Абсолютно Все И когда Кажется Что ты Списываешь Себя В любом Возрасте Не важно Сколько Тебе 20 или 80 Он Может Исправить Любую Жизнь Для него Нет Ничего Невозможного Он Может Что-то Начать Новое В твоей Жизни В любом Возрасте В любом Состоянии Для него Вообще Это Не важно Потому что Он Бог Он Он Не был Богом Если Б Этого Не мог Поэтому Если Это Вы Можете Встать И мы Будем Молиться Если Вам Это Нужно И Вы Так Чувствуете Что Вам Надо Чтобы За вас Помолились Сейчас Вы Чувствуете Свою Жизнь Как Потерянное Направление В общем То Знаю Что Надо Ходить Церковь То Да Се Но Глобально Надо Вот Куда Ты Еще Дух Святой Приди Сейчас Мы Ждем Тебя Дух Святой Пусть От Тебя Будет Слово Господи Пусть От Тебя Будет Действие Пусть От Тебя Будет Дыхание Незадолго До Того Как Он Встретился С Ними На Берегу Он Дунул На Них И Скал Примите Дух Святой Иисус Дунь Сейчас Ты Видишь Каждую Жизнь Ты Видишь Каждое Сердце Молитесь Ему Просто Просите Его То Что Вам Нужно Так Как Вы Видите Как Вы Чувствуете Дух Святой Ты Видишь Каждую Жизнь Для Тебя Не Важно Что Происходит Сейчас Вернее Важно Но Господи Ты Можешь С любого Момента Изменить Любую Жизнь Преобразовать Любого Человека Господи Дай Смелость Начать Что-то Новое Господи Дай Эти Новое Это Новизну Это Новый Взгляд На Жизнь Это Новые Направления Это Освежение Господь Чтобы Увидеть 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 Этот Вектор Увидеть Это Направление Движения Поэтому мы просим Тебя, Дух Святой, приди сейчас Еще больше, Господь Еще больше Еще больше Господи, пусть будет больше Я верю, что кому-то Бог говорит Что действительно, вот оно, это новое будущее Просто я открою это Тебе Будь смелым Я открою это Тебе Я открою Нет ничего невозможного Абсолютно нет ничего невозможного Господи, спасибо Тебе Несколько недель мы говорили на собраниях о свободе Кого сын освободит Тот истинно свободен будет Я верю, что в вашу жизнь приходит свобода Свобода начать новое Свобода дышать полной грудью Свобода жить на полную, на полную катушку Получать наслаждение от жизни Это не значит, что не будет трудностей Это не значит, что не будет преодолений Это значит совсем другое Это жизнь На сто процентов Дух Святой Зажигай тем огнем Твоего Духа Зажигай, пусть огонь Духа Твоего придет Вдохновение Духа Твоего придет В каждую жизнь В каждое сердце В каждое, Господь Огонь Твоего Духа Ковар Ковар Огонь Твоего Духа Огонь Твоего Духа Дыхание Божье Дыхание Божье И огонь Твоего Духа В каждую жизнь В каждое сердце Еще больше Возможно, вы уже чувствуете, что Дух Святой прикасается к вам Это может быть как тепло Кто-то чувствует тепло Я верю, что если вы чувствуете, это Дух Святой У кого-то прямо сейчас Вы чувствуете, у вас руки начинают гореть Кто-то чувствует тепло в своих руках Кто-то есть? Вы чувствуете, как будто ладони стали разогревать Я верю, что это дары исцелений Потому что Писание говорит Возложат руки на больных И они будут выздоравливать Дух Святой, пусть эти дары исцелений Пусть эти дары исцелений Они умножаются, Господь Давай эту смелость Молиться Возлагать руки на больных Чтобы подтверждалась проповедь Твоего Евангелия Твоего Евангелия Аминь Аминь Дух Святой, еще больше Здесь, на этом месте Спасибо тебе Спасибо Еще я хотел бы помолиться Вы можете стоять Вы можете молиться Вы можете сидеть Но есть еще нечто интересное Петр совершил Потерпел фиаско Он отрекся от Иисуса Это не просто фиаско Это вообще ужас какой-то Иисус воскрес Разговаривал с ним И потом три раза Спрашивает его о любви Вернее, он ему говорит Ты меня любишь Тот говорит Я тебе друг Ты меня любишь Я тебе друг Ну что, ты мне друг Нет, я тебя люблю Иногда мы так же переживаем В твоем жизни Как будто мы Ну где-то Поскупились Где-то пошли на компромисс Где-то спрятались И вот вы чувствуете себя Вот Ну ты не знаешь, что вы Может быть даже в какой-то степени Вы чувствуете себя Что вы где-то отреклись от него Где-то не сказали Вот где-то это как-то произошло И вы так себя чувствуете Где-то, когда вас спрашивают Ты верующий И ты сказал И ушел от ответа Или еще что-то Или как-то Или ты это сделал просто Потому что я живу как все Я прячу свою веру И вы так себя чувствуете Может быть вы совершили Такие ошибки Которые действительно Были тяжелыми Это действительно Мог быть грех какой-то И несмотря на то, что Раскаившись Вы получили прощение Все равно груз лежит На сердце Вы чувствуете себя разрушенным Я верю, что Дух Кто-то хочет исцелить И принять сегодня И изменить И повести за собой Потому что Нет ничего такого Чтобы он не мог Обратить вспять Не мог изменить И не мог направить Совершенно К жизни Поэтому я хотел бы Помолиться вместе с вами Если вы себя так чувствуете Может тебе тяжело В этом признаться Но некоторые вещи Нужно сделать Давайте встанем И будем молиться Если вы чувствуете Что где-то были эти ошибки И надо Надо вернуться Дух Святой еще больше Дух Святой еще больше Мы просим себя Дух Святой Приди сейчас Еще больше Ты видишь Ты видишь каждую жизнь И каждое сердце Ты видишь раскаяние Я верю что Кто-то прямо сейчас Молится и говорит Прости меня Прости меня Прости меня Прости меня Как есть Как есть Скажите честно Скажите честно Все что у вас есть Петр очень честным был там Ему страшно было сказать Поэтому он говорил Я твой друг Я твой друг Но Иисус же знал Твое имя И мы призываем Его Чтобы он что-то сделал Господь и Бог наш Мы благодарны Тебе За этот день Мы благодарим Тебя Друг за друга Благодарим Тебя За каждого Кто здесь Благодарим Тебя Наш Бог И наш Спаситель И просим Чтобы Твой Дух Сегодня прикасался К каждому сердцу И пусть отступит Всякое разочарование Я верю Что Бог Разрушает Всякое разочарование Я вижу И чувствую Здесь есть Очень много Разочарованных Вы разочарованы В церкви Вы разочарованы В своих семьях Вы разочарованы В своих взаимоотношениях Это не от меня Говорит Бог Не от меня Твое разочарование Не от меня Твоя депрессия Не от меня Этот упаднический дух Я не давал его тебе Мой дух, дух жизни. Мой дух дышит, где хочет. Мое дыхание. Тебе не нравятся отношения в твоем доме? Призывай мое имя, проси мой дух. И я исправлю это, потому что это можно исправить. Тебе не нравятся отношения в твоей церкви? Почему ты не просишь меня, чтобы я изменил их? Почему ты ругаешь своего ближнего? Почему ты поступаешь так? Итак, я вам говорю, любите друг друга. Принимайте друг друга. С любовью покрывайте друг друга. С любовью переносите друг друга. И просите, чтобы я изменил. А я буду менять. Потому что намерением говорит Господь об том, чтобы изменить вас, преобразовать вас, наполнить вас, оживотворить вас. Потому что нет никакого недостатка ни в моей жизни, ни в моем духе. Будьте свободны. Аминь. И мы еще, еще просим, Дух Святой, пусть твои слова подтверждаются твоим удивительным действием, действием твоего Святого Духа. В каждом и через каждого. Пусть наши встречи и наши собрания будут наполнены твоим дыханием. Пусть будут наполнены твоей жизнью. Пусть будут наполнены, Господь, твоими переменами. Пусть изменения будут в нас. Пусть отношения наши изменятся. Мы молим об отношениях в наших семьях, Господь, и мы благословляем наши семьи. И просим, чтобы мир и любовь Твоя была в наших семьях. Чтобы между поколениями, отцами и детьми был мир, и была любовь и взаимопонимание, неразрушение и противостояние, Господь. Чтобы не было противостояния в наших домах. Чтобы не было противостояния в наших семьях. Чтобы в нашей общине, в нашей церкви не было противостояний. Чтобы было единство. Единство в любви, Господь. Поэтому мы молим и просим об этом. Чтобы всякое, всякое это, Господь, противостояние, всякое разделение, принесенное врагом через людей, через непонимание, через горе, через обиды, чтобы все это было разрушено. И поэтому просим, духом жизни, ветром Твоим, пусть это все уйдет. Всякая неправда, всякое разделение. И пусть Твоя любовь наполнит каждую душу, каждое сердце, каждое общение. Чтобы мы больше не соперничали друг с другом, но делали то, к чему Ты призываешь нас. И пусть Тебе за все будет честь, слава и хвала, наш Бог и наш Спаситель. Аминь. Аминь.